Ну что ж, друзья, как мы вам и обещали, у нас в гостях ансамбль «Веросы», а именно Никита Костюкевич, Мария Степущенок и Александра Горбатенко. Потеряли вы где-то Василия вашего, как мы уже поняли, сегодня будете останавливаться все. Да, доброе утро. Доброе утро. Мы вас рады видеть. Ну, как известно, «Голубой огонек» — это вот то событие, которое обычно проходит в новогоднюю ночь. Все мы смотрим в новогоднюю ночь. У вас новогодний огонек пройдет в середине декабря. По какой причине вы решили его сделать раньше? То есть новогодние праздники решили раньше начать? Ну, почему бы и нет? Мне кажется, настроение новогоднее, мне кажется, оно идет практически весь декабрь у нас сейчас. И поэтому почему бы не попробовать порепетировать. А те, кто примут участие непосредственно в нашем «Голубом огоньке», они смогут заранее окунуться в эту атмосферу и подготовиться к Новому году настоящему. А вот, кстати, мы хотели спросить. Авторы придумали какую-то особенную фишку. Зрители могут стать участниками шоу «Это как?» Да, они будут непосредственно находиться на сцене за столиками. Это впервые будет такой эксперимент. А что они будут делать? Они будут наблюдать это все. Они будут волноваться, они к этому не готов кто-то. Они будут принимать участие непосредственно. То есть это интерактив какой-то будет происходить с артистами, и они будут вовлечены в это шоу непосредственно. Правильно, какой-то хороший подход совершенно. Оживима обстановочку новогодних огоньков. Кстати говоря, вот билет за место, точнее на место, за столиком на это представление мы сейчас и отдадим одному из наших теледелительниц. Да, с нами на связи Ольга. Оля, доброе утро. Доброе утро. Оля. Да, да, да. Олечка, доброе утро. Очень рад вас слышать в прямом эфире. Мы уже поняли, что вы хотите стать гостей голубого нашего новогоднего огонька. Вопрос был в следующем, но насколько я помню, если дословно, когда впервые на телевидении появился голубой огонек, в каком году он впервые прошел? Ну и так, год, вы помните? 1962-й. Ребят, правильно. Вот так, абсолютно верно. Абсолютно. Ура, ура, вы становитесь обладателем этого прекрасного. Поздравляем. Этот билет отправляется к вам. Только трубочку не кладите раньше времени, чтобы узнать, как его забрать. У меня еще один вопрос по поводу этого голубого огонька. Что там будет происходить? Вот в двух словах, из чего будет стоять концерт, представление программы? Автор программы – это художественный руководитель молодежного театра эстрады Владислава Артюковская. И, в общем-то, ей принадлежит вот эта идея интерактива со зрителями. Будут принимать участие более 300 артистов и танцоров на сцене. Так это же какая программа? Масштаб колоссальный. Да, а по времени, то есть сколько будет длиться все это? По времени… Есть предположения хотя бы? Точно не меньше, чем обычный концерт, а может быть и больше, потому что это все-таки такое шоу большое, грандиозное. Вот, поэтому каждому будет предоставлена возможность поучаствовать. Обязательно принимайте участие в розыгрышах. У нас еще очень много таких билетов. А как их можно выиграть? В соцсетях. Нужно быть социальными местами нашего театра, быть активными. Вот как. А расскажите нам, пожалуйста, а может быть вы какой-то удивительный, необычный номер подготовили? Да, у нас будет новая песня, которую мы сегодня тоже вам покажем. И мы будем ее исполнять вместе с маленькими участниками нашего концерта. Сегодня вы их решили соблюдать? Сегодня, да, мы решили. Сегодня они утром отдыхают еще, а завтра будут с нами. Расскажите в двух словах об этой песне. Что это за песня, кто ее написал? Это песня нашего художественного руководителя и нашего музыкального руководителя Ирины Цветковой и Василия Раинчик. Это их авторство. Это новая песня, она новогодняя. Она про новогоднее настроение, про новогоднюю сказку. В общем, один сплошной позитив. Здорово. Саша, скажите, а у вас, может быть, каким-то образом работает ваша популярность в жизни в обычной? Вы идете, кто знает, и говорят, о, вот это же ребята из Виросов пошли. Скорее, берем их автограф. Скажем, новое поколение, оно меньше знает ансамбль Виросы вообще, но все, конечно, вот мамы наши, наши родители. Маму и бабушка. Да, они, конечно же, знают. А мамы тоже будут на концерте присутствовать? Я думаю, конечно. Вы не готовили VIP-места, вот как раз таки там, чтобы они у вас как самые основные, самые активные были зрители, которые будут участвовать. Да, вот они должны тоже поучаствовать в розыгрыше в соцсетях, приобщаться к соцсетям. Мы вам желаем удачи. Я знаю, что перед Новым годом горячего пора, мы желаем ее пережить успешно и удачно. Это в удовольствие. Да, но оставляем вам сцену. Мы же с Верой говорим друзьям на сегодня вам до свидания. Желаем всем удачного лета. Прекрасного дня, да, и всего хорошего. Пока. Синяя сказка Синяя сказка Синяя сказка Наконец-то к нам пришла Радость и счастье Всем нам принесла Повеселимся Мы на празднике с тобой И озаримся Красотой ночной Забудь свою печаль И сердце в свой рояль И наконец твой голос Снова позабет Мелодия придет Судьба не обойдет Ведь мне так хочется Чтоб ты опять играл со мной Па-па-па-па Ведь не даром Я твоя судьба Все изменилось вокруг И слышен сердце твой стук Твоя мелодия Как факел Всех зажгла Наша любовь жива И кругом голова И нам так хочется Сегодня повторять слова Ты моя радость И другой не надо мне Ты мое счастье Хватит мне вполне Время настало Будет все наоборот Сердце молчало А теперь поем Па-па-па-па-па Веселимся С тобой вдвоем Па-па-па-па Насладимся Своей мечтой Па-па-па-па Будем рядом С тобой всегда Па-па-па Ведь не даром Я твоя судьба Па-па-па-па Веселимся С тобой вдвоем Па-па-па-па Насладимся Своей мечтой Па-па-па-па Будем рядом С тобой всегда Па-па-па Ведь не даром Я твоя судьба Па-па-па-па Веселимся С тобой вдвоем Па-па-па Насладимся С твоей мечтой Па-па-па Будем рядом С тобой всегда Па-па-па Ведь не даром Я твоя судьба